И о проблемах на дорогах. Опаздывали на работу, стояли в пробках. Затем, как Ярославль начал эту рабочую неделю, следил мой коллега Дмитрий Жданюк. У него все детали. Наверняка большинство горожан были шокированы, увиденные сегодня картиной. Засыпанная снегом земля, градусник, который показывает температуру ниже нуля. Из гардероба тут же стали доставать зимнюю куртки и зимнюю обувь, которая уже была убрана. К резкому изменению погоды оказались неготовые автомобилисты. Многие из них уже переобулись на летнюю резину. Сегодня им пришлось оставить свои машины под окнами своих квартир и пересесть на общественный транспорт или воспользоваться услугами такси. Но те, кто сегодня решил отправиться на работу или по своим делам в автомобилях, стоят в больших пробках. За моей спиной вы сейчас видите дорожный затор на Московском проспекте. К ухудшению погоды готовы были? Переобулись на летнюю резину или еще на зимнюю остались? Я на зимней. Я на зимней резине. Я посмотрел прогноз погоды и понял, что лучше не менять. На летнюю резину не переходили еще? Рано. Рано, рано. Такая же картина и на проспекте Фрунзе. Правда, она традиционна для любой погоды. Из-за ухудшения погоды большинство людей сегодня опаздывают на работу, стоят в пробках в автомобилях или в общественном транспорте. Гораздо проще идти пешком сегодня до своих рабочих мест. По прогнозам синоптика, в ближайшие несколько часов сохранится такая же погода. Будет идти снег с дождем. Ее улучшение планируется приблизительно к середине рабочего дня. Дмитрий Жданюк, Денис Ромашов. День в событиях.